с какого возраста имеет смысл обращаться к специалистам оптимальный возраст для первой диагностики если вас что-то беспокоит даже если нет никаких конкретных жалоб но вам почему-то кажется что с ребенком что-то не так что-то не то он отстает развитие или развивается как-то не так обязательно обратитесь в год далеко не всегда можно в этом возрасте поставить точный диагноз но предположить наличие или отсутствие некоторых проблем и задержки развития уже вполне реально для всесторонней диагностики вам нужны педиатр невролог психиатр психолог логопед и дефектолог более или менее точная диагностика возможно с трех лет прогнозы в отношении детского развития дело неблагодарное и крайне неточное особенно если ребенку меньше трех лет в любом случае огромная доля проблем корректируется регулярными занятиями своевременным и правильным уходом режим дня каждого абсолютно каждого ребенка можно чему-то научить конечно возможности и пределы развития у всех детей свои на это влияет множество факторов диагноз сроки начала коррекционной работы обстановка в семье но любого можно развить до определенного уровня улучшить его состояние по сравнению с изначально диагноз это всего лишь слова на бумаге он обозначает состояние ребенка на данный момент и основные направления коррекционной работы но ничего не говорит о не о возможностях не перспективах диагноз вам нужен для разных специалистов чтобы они понимали друг друга и и диагноз вам нужен для оформления пособия по уходу просто любить маленького особенного человека этого тоже недостаточно рука об руку с любовью должны идти коллекции и воспитания всегда обязательно чтобы отследить успехи видите родительский дневник каждый месяц отмечайте достижения можно вести его по традиционной форме делая записи а можно записывать видео родители когда общаются с детьми каждый день то их восприятие замыливается и поэтому кажется что никаких подвижек в развитии нет записи как раз помогают и позволяют отследить динамику более объективно но делать их чаще чем раз в месяц не стоит потому что это излишняя детализация будет только усложнять возможность разглядеть объективную картину наличие в семье особенного ребенка не говорит о том что семья должна самоизолироваться от общества сами родители опасаясь возникновения каких-то негативных ситуаций стараются лишний раз не выходить с ребенком из дома очевидно что родители испытывают стресс когда поведение ребенка привлекает нежелательное внимание окружающих но и жизнь ограниченной четырьмя стенами это также плохо для ребенка с особенностями как и полное отсутствие коллекции ребенок может заниматься 7 дней в неделю с приходящим на дом специалистами или в специализированном учреждении но если он при этом совсем не видит жизнь за пределами дома полноценной и высокоэффективной такая работа не будет что же делать если ребенок нежелательным поведением или странной манерой говорить привлекает совершенно ненужное вам внимание большинство из тех кого вы встретите в общественных местах вы видите возможно в первый последний раз в жизни что для вас важнее мнение посторонних людей или благополучие вашего ребенка к тому же при постоянных выходах люди его поведение однозначно будет спокойнее а стресс и вид для ребенка для вас будет только уменьшаться если внимание окружающих становится слишком активным а советчики желают вот прямо здесь и сейчас научить вас как вам воспитывать вашего ребенка вы можете озвучить диагноз сказать у моего ребенка аутизм поверьте я знаю как с ним обращаться не мешайте мне пожалуйста напоминайте себе что если вы сдадитесь легче не станет любые проявления проще скорректировать пока ребенок еще маленький с рождением в вашей семье необычного ребенка жизнь точно не заканчивается она просто становится другой и совершенно точно ваш ребенок заслуживает того чтобы за него боролись до конца и любили он заслуживает этого не меньше чем любой другой ребенок а возможно и больше вопреки всем диагнозам написанным в его карте и мрачным прогнозам просто потому что он ваш он 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 Субтитры создавал DimaTorzok